Географическая близость Беларуси и Польши обуславливает необходимость тесного и плодотворного сотрудничества двух стран в вопросах гидрометеорологии. Природные явления не могут контролироваться и купироваться человеком, но зная о них заранее, можно сохранить жизни, здоровье и имущество. Своевременность и актуальность информации в таком вопросе – залог успешности проведения спасательных операций. Именно поэтому продолжение и укрепление работы польских и белорусских служб, отвечающих за прогнозирование погоды, важно и нужно как для наших стран, так и для континента в целом. Взаимодействие у нас довольно плотное. У нас есть совместная программа сотрудничества на 2012-2013 годы, которую мы реализовываем, обмениваем все регулярные информации, особенно в плане неблагоприятных, чрезвычайных ситуаций. Предупреждение паводков, ураганных ветров и прочих неблагоприятных погодных условий. Мы регулярно обмениваемся этой информацией. У нас очень хорошая współпраца со всеми нашими соседями в Белоруссии, тоже в том, чтобы себя информировать об этом, что происходит. Наши радарные образы мы приказываем Белоруссии, с Белоруссии мы получаем тоже информацию о атмосфере, когда нам нужно какую-то другую информацию, более детальную информацию мы тоже получаем. У нас билатеральный договор, и когда я приехал, я приехал на такую рабочую встречу, потому что мы встречаемся два кратия в год, чтобы поразговаривать, что нам нужно, что идет хорошо, где возможно сделать что-то другого, чтобы наши прогнозы были лучше. Технологии наблюдения за природными явлениями с каждым годом становятся все более современными и модернизированными. Именно поэтому за круглым столом представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды нашей страны и Польского национального института метеорологии и водного хозяйства в первую очередь обсуждали вопрос развития информационных систем, созданных для защиты от чрезвычайно опасных явлений. Есть такое понятие, что любое состояние атмосферы можно описать формулой. Это такая большая формула на много листов, формула гидротермодинамики. Называется численный прогноз погоды, когда можно рассчитать погоду по формуле. К сожалению, много таких формул, не все можно измерить, не все. Тогда подставляются какие-то неопределенные величины, что-то упрощается и получается нечто похожее на погоду. И вот такие Польша участвует в двух консорциумах. Это Космо и Аладдин. Мы сами считаем у себя четыре модели вместе с Российской Федерацией и сами с Великобританией. И вот хотим посмотреть, насколько мы точны или они точны сравнить вот эти модели. Прогноз погоды не является панацеей от природных катастроф. Но наблюдение за явлениями, происходящими вокруг, можно назвать своеобразной профилактикой. Зная о том, что пойдет дождь, многие из нас непременно возьмут зонтик. Услышав о приближающейся жаре, скорее всего сто раз подумают, прежде чем отправиться куда-то с маленькими детьми. Прогнозируемый сильный снегопад и гололед заставят быть более внимательными водителей. И этот список можно продолжать очень долго. Человек уже привык к такому информированию и поэтому уже защищен от многих опасностей. А значит, свою работу гидрометеорологи выполняют на отлично.